Проект интервью на телеканале 24КЗ. Я Андрей Тараков. Здравствуйте. Сегодня обсудим меры предпринимаемые властями по противодействию бытовому насилию. Без малого два месяца назад глава государства подписал закон, ужесточающий наказание за преступления против женщин и детей. Уже 15 июня он вступит в силу о том, что изменится. Сегодня поговорим с известным адвокатом, правозащитницей, членом национального курултая Айман Умаровой. Айман Муратовна, я рад приветствовать вас в студии программы интервью. Добро пожаловать. Здравствуйте. Прежде всего, позвольте вас поздравить с достойной, очень престижной наградой, премией Стефануса. Насколько я знаю, ее вручают людям, которые внесли значимый вклад в дело защиты прав человека. Это вот ВОСЛО вам вручали. В одном из интервью вы сказали, что это награда для всего нашего народа, Казахстана. Вот следуя отсюда, как бы вы оценили изменения в сфере защиты прав человека за последнее время с началом, с запуском масштабных конституционных реформ? Я скажу честно, что за все время существования нашей страны, это вот такой закон, который реально, я полагаю, реально будет иметь какие-то хорошие последствия. Последствия. Последствия для кого? Для всего народа. Потому что даже сейчас, встречаясь с женщиной, говорят, неужели это действительно так будет? Потому что люди не знают своих прав. Что это означает? Это означает, что для женщин и детей, для безопасности детей и для женщин оно иметь будет хорошие последствия. И я думаю, что закон будет работать. Конечно, я понимаю, что для правоохранительных органов это будет не так легко. Это будет очень сложно. Требования сразу пойдут, сами понимаете, да, недовольства будут сначала. На первых парах всегда сложно. Ну, конечно, сложно. Поэтому, я думаю, долгое время правоохранительные органы, в принципе, были против этого. И сейчас, вот когда мы говорим об этих изменениях, законодательные акты, все говорят о том, что это мы, это мы, не ты и так далее. Мы, конечно, общество требовало. Это было требование общества, требование жизни. И надо сказать честно, что если бы не было политической воли, то не было бы ничего. И здесь надо сказать, отдать должное, да, глава государства, да, если бы глава государства, да, можно сказать так честно, да, не обратил на это внимание, то, значит, у нас не было бы таких изменений в законодательные акты, которые касаются прав женщин и детей. И я скажу, что с момента, как глава государства был избран президентом, с этого момента он каждый раз, в каждой речи всегда, если вы заметили, обращает внимание на положение женщин, на права женщин и на права детей. Но никто не думал, что о реалии вот так и будет. Вот честно скажу, я думала, там что-то изменится где-то, как-то так вот, но на самом деле получилось, в общем-то, неплохо. Конечно, в последствии будут возможны еще какие-то изменения. Ну, это нормально, да, это нормально. Я почему это говорю? Потому что известный криминолог, вот вы про Осло сказали, спасибо большое за поздравление, известный криминолог, Днис Кристи сказал так, не существует преступлений, вообще не существует преступлений. Есть какие-то действия, и только тогда, когда эти действия будут оценены обществом, да, то есть они, общество дает свою оценку, что это неправильно, это морально, это преступно, да, вот как бы это. Это неправильно, нельзя вот эти вещи делать. Только тогда оно становится преступлением. Поэтому на сегодняшний день общество дало такую оценку, что это преступление избивать человека, то есть домашнее бытовое насилие, это не административное правонарушение. Но ранее оно тоже было как бы в уголовном кодексе, потом оно перешло в административный. В чем разница? Все говорят, вот, раньше же было, да, но это было частное обвинение. Что такое частное обвинение? Частное обвинение, это когда женщина избитая, побитая, да, сама должна пойти, и вот я простыми словами объясню, вместо прокурора стоять и доказывать о том, что вот это произошло. Сейчас не так. Сейчас это и частное, и публичное. Вот это еще и особенность. Вот у вас в последнее время очень бурная внешнеполитическая деятельность, да? Недавно вы приняли участие в международной конференции, приуроченной к десятилетию Стамбульской хартии. Вот для наших телезрителей можно вкратце, что это за хартия и... Конвенция. А, Стамбульская конвенция, да. И какая история взаимоотношений Казахстана? Вот, знаете, это очень интересный вопрос, потому что на самом деле Казахстан не является страной Стамбульской конвенции. Конвенция. Десять лет назад вот Стамбульская конвенция может состояться, но понятно, что по названию что-то было в Стамбуле. И там, конечно, присутствовал в этой конференции Совет Европы. Это было в Совете Европы, Страсбурге. Страсбурге. И в этой конференции были приглашена первая женщина, которая вот из Турции, это Фериде Асар, если я правильно произнесла ее фамилию. Асара или Асера. Вот, и, значит, она выступала. Я скажу, что в этой Стамбульской конвенции сторонами являются такие государства, как Великобритания, Нидерланды, Франция. Язык французский и английский. Официальный. Да, официальный. Если спрашивать, то, что ты сидела вот. Я думаю, что я французским не владею. Кто говорил на французском, то, значит, сразу надеваем. Кто-то на английском. Я выступал на английском. Вот, знаете, здесь один такой момент. Мы не являемся стороной. Но нас пригласили. Я не знаю, кого еще пригласили. Был еще Тунис. В качестве приглашенных. Да, в качестве приглашенных. Значит, они сначала обсуждали страны, которые вот, европейские страны, да, вот такие, которые, где права не нарушаются, как будто вот женщины на первом месте, да. Даже они, даже у них есть такие нарушения, значит, они подают, значит, европейский суд, выигрывают. И вот они это обсуждали где-то там. Было мнение даже, вот одно мнение из Британии, значит, что, ну, о чем мы приглашаем, вот там у нас, вот, понимаете, там у нас мы здесь-то не можем как-то где-то, вот. Но было и такое же, другое мнение из этой же страны, деликат из Британии, она сказала, говорит, когда я послушал, говорит, вот Казахстан, говорит, это, ну, они были восторжены, восторжены этим. Они восторжены встретили, как, Казахстан? И вот такие изменения, да, вы знаете, я что сделала? Ну, выступила, но я еще привела примеры, потому что, когда вот выступаешь, да, и просто говоришь словами, ну, для, например, для людей, которые официальные, где вот официальные представители, для них это нормально, но большинство все равно воспринимает, когда на примерах, что было, что есть, или что как вот сейчас стало и так далее. Также делегация из Финляндии, она подошла, поблагодарила за выступление и сказала, что да, говорит, это очень интересно. Ну, все были удивлены. Ну, Тунис тоже выступал, но я и так не увидела, чтобы там так восторженно встретить, нормально, в общем-то, спокойно. Но вот Казахстан был встречен восторженно. И что еще? Ну, конечно, они пригласили вступить в Стамбурскую конвенцию. Что это означает-то? Это означает, это, в принципе, да, это борьба с гендерным насилием, если простыми словами объяснить. Вот оно что. Мы, конечно, мы используем Стамбурский протокол, это речь идет о пытках и так далее. И если, например, в закрытом помещении происходит насилие, вы помните, это история Натальи, которая была изнасилована в учреждении в свое время. Я назначила ее интересы. И, значит, первый раз Казахстан применил, значит, Стамбурский протокол, и изнасилование в следственном изоляторе, оно стало не просто, то есть направлено было не только как изнасилование, но и плюс пытки, сексуальные пытки. Но это другое. А Стамбульская конвенция, здесь все вот связано с гендерным насилием в отношении женщин, в отношении девочек, что вот как бы это. И, в принципе, я очень надеюсь, да, что когда-нибудь мы тоже станем частью, можно сказать, да, участниками Стамбульской конвенции. То есть это как дополнительный инструмент, да? И ничто нам не мешает. Если посмотреть, то в некоторых странах намного хуже. Намного хуже ситуации, где-то вот как бы, сказать, но они тоже являются частью вот этой Стамбульской конвенции. Конечно, там есть свои требования, например, где-то вот, допустим, они подходили вот для Стамбульской конвенции, значит, это не должно быть частно-публичным, это должно быть публичным, и все. Ну, в принципе, мы к этому вернемся, и я думаю, к этому мы придем. Но вот как этот baby step называется, маленькими шажками, мы идем, идем, идем. Буквально вот уже через неделю, 15 июня, вступает в силу новый закон, да, который уже стачает наказание за преступления против женщин и детей. Итак, вот чего ждать нового? На практике какой эффект должен быть? Ну, на практике я хочу сказать, пользуясь случаем, уважаемые мужчины, которые любят избивать своих жен. Ну, здесь вообще-то, честно говоря, мы всегда говорим о женщинах, на самом деле, о гендерном насилии, да, но на самом деле, я скажу честно, что есть и у нас потерпевшие мужчины тоже, есть и такое. Здесь, ну, просто большинство женщин страдает, поэтому. Я скажу так, что теперь будет уголовное наказание за это, и причем, я сейчас не буду перечислять, потому что это очень, мы не успеем, просто детально будет слишком. То есть уголовное наказание за легкий вред здоровью, уголовное наказание за побои. Побои, вот легкий вред, все говорят, ну, что там, чем отличается? Ну, пощечина, синяк. А в том, что легкий вред, это вот можно установить, что легкий вред здоровью до 2021 года, там, человек нетрудоспособен, до 21 дня, то есть, извините, нетрудоспособен и так далее. А вот когда побои, вот этого легкого вреда здоровью нет. Просто побои. Вы понимаете, да, это вот, вот если простыми словами объяснить. Ну, понятно. А вреда здоровью как бы нет. Ну, все равно это же технологически... То есть легкий вред здоровью, это тяжелее, тяжелее. Да, тяжелее как, его можно установить, а побои не всегда, их сложновато установить, но тем не менее, зафиксировано, например, на видео видно, что он избивает, но потом она идет, эксперт не дает легкий вред здоровью, толкнул, еще что-то. Да, вот так вот. И скажу, что здесь нужно понять, что ситуация такова, что в отношении несовершеннолетнего, то есть вот оно как бы по нарастающей идет, квалифицирующий признак добавляется, если еще вот так, это зависимое, это еще беременность, еще вот, ну и как бы вот так вот все идет. И то есть сейчас уже должны понимать, что те, которые любители побить своих жен, да, за то-то, за то-то, что за это будет наказание, за это будет уголовная ответственность. Поэтому 16 июня те, кто уже 16 июня, да, вот уже побил, вот они подпадают под эту статью. Все, и начнется этот, можно сказать, вал. Но я скажу, что здесь еще очень интересного в части, например, суицида, суицида, доведения до самоубийства. Кто-то говорит, вот суицида у нас нет, ну как нет, доведение до самоубийства, это так рассматривается, суицид, по сути, суицид это кто-то довел. Но здесь еще есть ответственность, кто помог этому, то есть, понимаете, способствовал, да, способствовал, вот это доводит, и тут рядом, что способствует. Но часто такое бывает, и ответственности за это нет как бы. А теперь есть, да. И здесь нужно отметить, что самое важное такое изменение, те, кто любитель детей, значит, я уже буду более четко говорить, 120-е изнасилование, 121-е насильственное действие сексуального характера. Многие говорят, чем отличить. 120-е отличается от 121-е, что в изнасиловании потерпевший может только лицо женского пола. А правонарушителем, да, может быть только лицо мужского пола. То есть у него должны соответствия, знаете, да, вот гендерные, что он мужчина, а это женщина. А вот 121-е насильственное действие, то есть в первом случае естественным способом насилие идет. А во втором случае все остальное, все остальные вещи, вот это вот называется насильственное действие сексуального характера. И здесь может быть насильником, давайте вот эту фразу я скажу, конечно, многие говорят, ой, не надо говорить эту правонарушительную. Может быть, насильником может быть и женщина, и мужчина. Потерпевший может быть и мужчина, и женщина. То есть и мальчик может быть потерпевшим от женщины. Вы знаете, вот этот момент есть. И здесь изменения какие? В 121-й насильственных действий сексуального характера, в 120-й изнасиловании есть первая, вторая, там часть и так далее, там группа лизы идет, идет, часть третья, это несовершеннолетняя, часть четвертая в отношении малолетнего. Малолетние – это тоже несовершеннолетние. Вот, допустим, от 0 до 18 несовершеннолетние, а вот малолетние от 0 до 14 лет. Вот, если 120-я и 121-я статья, то есть изнасилование или насильственные действия сексуального характера, будут совершены в отношении лица, не достигшего 14 лет, будет наказание только пожизненное заключение. Без вариантов. Без вариантов. А до этого были варианты. Кто-то 20, кто-то 17, кто-то 18. В прошлом году в Казахстанской области Заданов 17 получил. Вот Шемкенте недавно один получил 21 год с химической кастрацией. А Покашев ему дали пожизненно. В Карагандинской области я сама участвовала по Покашеву, по Заданову и представляла интересы потерпевших. А Покашеву дали пожизненно не потому, что по этой статье пожизненно могли не дать пожизненно. Ему дали потому, что у него были до этого судимости. То есть до этого он был привлечен и пошел рассетив, можно сказать. А теперь такого не будет. Все, вот сделал, пожизненно будет. И здесь, конечно, возрастает ответственность правоохранительных органов и органов надзора прокуратуры. К сожалению, скажу, что у нас иногда по таким категориям дел очень слабо идет расследование. Вот сейчас я скажу так, что от 4 до 6 лет дети в садике в городе Алматы подвергались сексуальному насилию, если простыми словами сказать, я не буду подробностей говорить. И в садике это было. И этот человек не арестован, этот человек не содержится под стражей. Значит, все дети из разных семей. Вы знаете, очень сложно допрашивать этих детей. То есть на практике доказывать очень сложно. И некоторые говорят, вот экспертиза ничего не показала. Экспертиза может не показать. Потому что здесь еще есть особенности, значит, я сейчас не буду подробности говорить, особенности каких-то органов девочек, мальчиков и так далее. И особенности психики детей и так далее. То есть дети могут где-то забыть, где-то там дату не вспомнить, где-то там что-то. Поэтому сложно будет в этой части, как это правильно в дальнейшем применить. Вот если мы все вот это будем применять, то мы, я думаю, что, наверное, на постсоветском пространстве, я не говорю прибалтийские страны, я не знаю их практику, но по другим странам могу сказать, что мы, Казахстан первое, мы продвинулись вперед. И да, нам говорят, вот у них там много насилия. Ну правильно, но мы же говорим об этом. А вот, допустим, в других странах молчат, других стран, значит, еще больше. Это первый шаг. Это говорить, высказывать, говорить о проблеме. Это первый шаг для того, чтобы решить эту проблему, обозначить проблему. Вот до недавнего времени, да, говорить о бытовом насилии, как бы было мовитоном, да, люди терпели, молчали. Но в последнее время очень много таких случаев, они почувствовали за собой какую-то поддержку. Если раньше там редкие, да, были случаи, статистика минимальная была. Вот с последними изменениями, как изменилась статистика? Чаще ли стали обращаться люди в правоохранительные органы, в другие центры, которые помогают пострадавшим? Вы знаете, когда у меня спрашивают про статистику, я обычно на этот вопрос не отвечаю. Но я вам скажу так, статистика – вещь ненадежная. Объясню почему. Потому что, во-первых, не все женщины обращаются. То есть мы не можем сказать. Мы только знаем, когда. Реальную картину не отражают. Да, вот. И это первое. Второе. Статистика. Раньше так было, вот она обращается, потом забирает, и все на этом закончилось, да. Или же там обращается, там, нет, это там упало, там, прыгнуло, там еще что-то, там, да, и как бы она не фиксируется. Поэтому по статистике ничего не могу сказать вам. И единственное, хочу сказать, надо просто закрыть глаза на эту статистику. Это статистика, статистика, и все. Почему? Потому что сейчас может получиться так, что будет волна, а потом… Затишье. Да, потом может затишье быть, потом еще что-то. Ну, все влияет. Даже пандемия влияет. Я помню, я общаюсь с коллегами, например, вот кто? В Америке, в Европе, да, в России, там, везде. И вот когда мы смотрим, когда что, вот СБН, семейное бытовое насилие, количество увеличивается, когда люди дома. Когда, значит, ну что, вот сестра до вечера дома сидит, и здесь вот эти факторы тоже влияют. Социальные факторы влияют, экономические факторы влияют. И, ну, это не означает, что мы не должны вот этим заниматься. И потом нужно сказать, что уже воспитано поколение, которое спокойно к этому относится. И то есть сейчас вот тут, это знаете, как сложно? Это вот детей надо уже. Дети уже сейчас говорят, посмотрю, вот, я не буду таким, это вот ужасно, это вот не так, вот уже дети. Вот эти дети уже другие будут. Но мы должны вот держаться, вот этот закон, плюс еще какие-то изменения. Возможно войти в этот, стать участником Стамбульской конвенции, но почему нет? Почему мы не должны признавать общепринятые ценности во всем мире? Я думаю, что настанет день, и, в принципе, улучшится все это. Но сейчас вот прям сразу резкого улучшения не будет. Сейчас мы только увидим, что, да, будут проблемы, будут, значит, массы. Возможно, коррективы еще какие-то нужно будет вносить. Конечно, да. Вот, и я помню, когда я была в рабочей группе, вот, в Мажелесии принимал участие, один депутат говорит, что такое? Это мы что, должны еще им психологическую помощь оказывать? Я, конечно, была шокирована этим. То есть, понимаете, человек не понимает, то есть, один из таких депутатов, в принципе, многие из них реально очень хорошо, значит, отработали, очень, Мажелес прекрасно отработал, можно сказать, так, в таком еще режиме работал. Вот, и надо было человеку объяснить, что вот этот человек, абьюзер, да, вот, сейчас он будет правонарушителем, да, по уголовному кодексу. Что дальше будет? Ну, наказали его там дальше. И когда даже вот его лишают свободы, для чего это делается? Грош, цена следствию, суду, если этот человек не исправляется и не возвращается в общество. То есть, цель наказания – это исправление. Исходя из этого, психологическую помощь нужно оказывать. Я вообще про аппедофилию молчу, потому что аппедофилию вообще нужно оказывать помощь. Люди, которые есть, люди, которые реально реагируют на какие-то детские вещи до 14 лет детей, на запах детей его возбуждает, там, еще что-то, вот, какие-то такие вещи. Ну, это более такие вещи, да, глубокие, которые занимаются этими вопросами, не от случая к случаю, да. Вот, и здесь вот это вот, вот это возбуждение, да, потом, значит, вот как его исправить? Как его исправить? Его невозможно исправить. Ну, излечимая болезнь. Да, это вот, это надо уже с медицинской точки зрения. Вот химическая кастрация, есть кто-то предлагает физическую, ну, вы понимаете, что даже химическая кастрация, да, еще где-то рассматриваются как пытки. Это рассматриваются как пытки. И потом, единственное, что я прошу, когда вот по педофилии регистрируют дела, идет суд, значит, приняя. И здесь, значит, часто бывает так, часто, очень часто, значит, эти эксперты дают такое заключение, что этот человек не склонен к педофилии. А знаете, реально передо мной сидит педофил, я это понимаю. А ничего не могу сделать. И я прошу у суда дайте максимальный срок. Почему? Потому что многие эксперты, зарубежные эксперты, я говорю, и российские эксперты, и американские эксперты, и европейские эксперты, все сталкиваются на том, что самый важный момент, это, значит, чтобы не дать ему еще раз это сделать. Правильно? Это самое важное. И что получается? Что если ему дают большой срок, и обычно это мужчины где-то от 40 до 55, до 60, вот так, обычно, но это не говорю, что там есть плюс-минус и так далее, исключения, я говорю по количеству, большинству. То после, когда им дают сроки 15-20 и все прочее, они приходят, и многих нету такого влечения вообще. Но химическая кастрация опасна тем, что конечная цель вот этого педофила – это получить удовольствие. Мы не знаем, он завтра, может быть, будет душить, там еще что-то делать, получать по-другому удовольствие. Понимаете как? Вот это нужно смотреть. Потому что эксперты, они дают заключение в рамках того дела, которое перед ними. Но они не знают, что этот человек, может быть, еще где-то там так же делает, но этот человек не знает, что ребенок подвергается насилию, там родители не знают и так далее. Где-то, может, он еще делает. То есть это не в рамках этого дела. И поэтому они тоже ограничены только вот в этом, как сказать, в рамках этого дела уголовного. Что ж, проблема очень комплексная. И вот закон, который вступает в силу, это лишь один из шагов на пути к решению очень серьезных социальных проблем. Я вас благодарю. Я могу добавить, что многие сейчас зададут вопрос, как и что делать. 111 обращаются, 111, и 111 направляет правоохранительный орган. Ну, то есть вот такая работа идет. 111 набрать на любом телефоне. Интернет не нужен, ничего не нужно. Просто следить. 111 звонят, они, значит, вот у меня то-то случилось, я там-то, там-то. И сразу говорю женщинам, если негде вам жить, если некуда идти, то в любом случае вам дадут возможность, значит, где-то остановиться, где-то, значит, ну, обычно это кризисные центры идут, значит, есть еще другие меры, когда до одного месяца, значит, дадут возможность пожить детам и так далее. Ну, то есть это все вот в рамках вот этого закона, и если кто-то захочет, в ближайшее время, я думаю, что я буду заниматься этим просвещением, потому что люди должны знать, как те, которые хотят сделать это нарушение, и чтобы они не проснулись утром и сказали, оп, я же бил вчера, было так, почему ему вчера, который сбил ему вот так, а вот я сегодня так. Ну, что вот. Айман Муратовна, огромное спасибо вам за время, за ваш труд, успехов вам, увидимся еще, я надеюсь. Я также прощаюсь с нашими телезрителями, напомню, что сегодня у нас в гостях был известный адвокат и правозащитник, член национального Курултая Айман Умарова. Берегите себя и уважайте своих близких. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин